Государственная геномная регистрация населения остановилась. Создание единой базы данных ДНК приостановлено в связи с дефицитом федерального бюджета. Эксперты-криминалисты бьют тревогу. В развитых странах базы данных ДНК позволяют раскрывать до 60% преступлений. Могла ли, например, эта кровь, и, соответственно, она как носитель ДНК информации, произойти от этого человека, от потерпевшего? Могла ли эта слюна на огурке произойти от подозреваемого? Ответить точно на эти и другие вопросы сможет ДНК-анализ. Процедура дорогостоящая. Одно лабораторное исследование обходится в 5000 рублей, но во многих случаях это ключ к раскрытию преступления. В настоящее время наиболее эффективным и современным методом исследования следов биологического происхождения является метод ДНК-анализа, который позволяет провести идентификацию человека со стопроцентной вероятностью. Сейчас в российской базе данных только 6000 образцов, а для полноценной работы необходимо 1,5-2 миллиона. Чтобы набрать такое количество, потребуется 8 лет и около 10 миллиардов рублей. Но из-за отсутствия бюджетных средств сбор образцов отложили по меньшей мере на год. Правительственная комиссия по бюджетным проектировкам, очевидно, ввиду кризиса, не поддержала заявленную потребность МВД России в дополнительных сигнованиях для реализации федерального закона. Несмотря на ограниченное финансирование, в экспертно-криминалистическом центре МВД проводят и передовые исследования. Криминалисты развивают метод идентификации человека по запаху. Запах человека генетически детерминирован и неповторим. Его не определяет ни групповая принадлежность крови, ни ее постоянно меняющийся химический состав. Запаховые следы всегда остаются на месте преступления. Уверены криминалисты, их легко можно собрать. Результаты такой экспертизы могут послужить доказательством в суде. Запаховые вещества с объектом переходят на хлопковую ткань. С фломастера запах человека, который его держал в руках, переходит на хлопковую ткань. Затем его сравнивают с запахом образца крови подозреваемого. В качестве живых датчиков используются специально обученные собаке-детекторы. По словам криминалистов, ошибки быть не может. Их доля равна одному случаю на 100 миллионов. Исследуется микроколичество веществ. В том числе те микроколичества, не содержащие вообще клеточную структуру. Что недоступно другим методам биологического анализа. В этом отношении экспертиза уникальна. Уникальный опыт российских криминалистов приносит реальные результаты уже на протяжении 20 лет. Каждое третье исследование, проведенное альфакторным методом, используется в качестве доказательств в суде. Один из таких случаев пригодился экспертом, когда грабителем оказался один из братьев-близнецов. И ДНК-анализ был бесполезен. Сергей Поляков, Георгий Сарсеков, Инфокс.